Так, я Пашу спрошу снова, иди сюда. Он не записывал это дело. Настроение как? Нормально. Нормально. Тебе сколько лет? Двенадцать. Двенадцать. Это становление личности человека. А как ты смотришь на то, чтобы научиться плавать? Понимаешь, это слишком дорогое удовольствие не уметь плавать. Ты можешь в корыте утонуть. Тебе кажется, а я буду ходить только по земле. Не получится. Рано или поздно где-то ты споткнешься и пойдешь как-то колун. Колун, которым колют. Как кувалда. Пойдешь на дно. Ты сейчас каждый день должен подходить к взрослым. Научите меня плавать. Я тебе говорю, за один день научишься. За один день. Мне нужно только тебя взять, пойти, и маленько потеплее будет. Ты поставь задачу. Я тебя не могу тащить в воду. Ты должен уметь. Один, говорит, я боялся, говорит, но с папой ездили на рыбалку. Ну, никак не хотел, говорит. И вдруг, говорит, отец взял меня за шиворот и выбросил забор. Как щенка. Я, говорит, начал хлебать. Ну, вижу, озеро большое, не выхлебать его. Ну, давай, говорит, ногами колотить. И поплыл. Кричу, папа, я поплыл. А отец, говорит, дальше на лодку. Я за ним, говорю. И все. Вот она пришла. А то она умеет лазить. Вот так. Пожалуйста. Белая, красавица, голубоглазая. Так вот, слушай. Второе. Тебе что здесь не нравится? Простя, пока хорошо. Отойди. Просто отойди. А? Пруд не нравится. Пруд не нравится. Пруд? Пруд не нравится. У нас вода топ. А если воду выпустим из пруда, туда не еще? Да. То есть, фобия, фобия, это такое слово, страх. И когда боится воды, это человек, которого укусила бешеная собака. Он боится воды. Так вот, смотри, у тебя признаки того, что тебя укусила бешеная собака. А какая? Боязнь воды. Фобия воды. У тебя другая ватырление уже. Ты сразу пойдешь ко дну. Ты должен любить его. Вот сейчас учат детей в ванне плавать. Прямо маленькие-маленькие совсем-то. И они плавают, выныривают, и через стекло большое, как аквариум. Их видать? И люди, которые с дельфинами, там, косатки прыгают. И все, ну, видели, как это представляет? Это же интересно как. Соревнования, с вышки прыгают, переворачиваются. А ты стоишь, ой, боюсь, ой, вода. Да не годится это. Такой боевой парень. Никогда не ищи того, что нравится, а что нужно. Мне это необходимо. Необходимо быстро бегать. Необходимо хорошо зарабатывать. Руки сзади не держи. Так. Я ведь подговаривался к другому делу. Ты куда собирался ли там поехать? В лагерь другой. Другой, в какой? В школьный. Куда? Спортивный лагерь. Спортивный лагерь. Ну, ты еще, значит, сам выделяешь. Спортивный какой лагерь? Я умею на турнике. Ну, вот тут ты себя героем показываешь. И девчонки на тебя смотрят. Потому что никого больше не было. Те годы, какие у меня были ребята-спортсмены, да ты против них просто никто. Они на руках раскручиваются, солнышко показывают. Ты можешь это показать? Нет. Нет. Ты посмотрел бы, как у меня канаты там большие, вот высокие, которые как качели стоят. И они берут, но ногой не шевелит, уже наверху опять спускается. Землю не достает, опять поднимается. Как обезьяны лазили. Так что ты не первый. Ты первый среди тех, которые ни разу, как, ни разу подтянуться не могут. У нас есть такие. Я с кем разговариваю? Андрюша, а ты никуда не денешься. Иди сюда. У нас спортивных сооружений сколько здесь? Самоподъемник. Сколько раз подряд поднимаешься? Не знаю. Не знаешь. Вот которые, брусья даже, на брусьях даже переворачиваешься. Умеешь что-то делать? Да нет. На руках ходом быстро туда-сюда тоже ты один раз. Не знаю. Но это на скорость. Сколько раз. Теперь зад пятки на руках ходе. Опять прошел туда, опять вперед. С какой скоростью сможешь? Ты не пробовал даже. Я тебе скажу. Вокруг лагеря оббежать. Кто первый оббежит шесть раз? Я побежал. Шесть раз? Да. Шесть раз первый. В Америке делается соревнование такое. Допустим, здание 50 этажей. Кто первый забежит туда? 50 этажей. Ну, ты беги. И пока добежишь, еще на пятом этаже штаны отстали. Так что ты отобрось. Я услышал нехорошее известие. И мне очень неприятно было. Будто бы ты ультиматумы ставишь здесь. И не кому-то, а родной бабушке. Которая привезла себя. Уже все, поехали. У нее до 2 августа, до 2 августа себя настроили. Нехорошо это. Просто у нас все есть для того. В лагеря эти спортивные. Утреннее чтение Евангелия не будет. 5 утра поднимать тебя не будут. Работы не будет. Я знаю спортсменов, когда мы сюда приезжали. Ни одного нет, который работает. Все они лентяи. Ему надо перед кем-то показать себя. Вот это он взял. Вот это накачал мускулы. А как только работает, он в тенющих сел и сидит. Он не может работать. Учите здесь работать, как дядя Вова у нас работает. Дядя Витя. И Никита уже работать начинает. Приехал, не все знал. Пилой не играйте, не давите. Никогда пилой не играйте, вот так играть. Договоримся? Да. Это не годится просто так. Мне нравишься ты. Мы уже не первый год знакомые. И вдруг баба подходит. Понимаешь, если ты начнешь на это давить, тебе добра не будет. Баба для тебя как мама. У тебя родители, я не знаю как, а баба у тебя очень верующая. Она тут принимала крещение. И ты бабу должен просто лелеять. Обиходит. Подойди к ней, извинись и скажи, баба, я наставил на своем. Ну, просто ультиматумы какие-то заявляют. Это не годится. Обними ее и поцелуй. Договорились? Да. Не трудно тебе это? Нет. Нет. Ну, понятно. Я прошу-то неплохого, чтобы были хорошие отношения. А вы работу эту сделаете. Дальше. Вчера мы вот сходили по полю, нашли. Видели, где мы идем возле? Зашли на ягоды. Ягоды сейчас быстро будут поспевать. У нас ягоды будут на столе. Мы столько будем ягод брать. Мы ходим с ведрами. И сушеные, и в разном виде, и с молоком. Ну, и просто это необходимо человеку, для организма. Вы витаминами напитаетесь на целый год вперед. В лагере спортивном тебя не будут водить. Там этого и нету. Клубники такой, как у нас, поля, плантации, бесплатно. Этого тоже нету. Ну, ни в одном лагере за солодкой не пойдут. Что там говорить-то? Ну, просто прикинь маленько, что мы имеем-то? Конечно, у нас нету там туалеты такие, начищенные. А какая разница? Вся жена, эта, страна живет с сортиром таким. На улице вот такая вот. Избушка зашел и свои дела сделал. Так это бесплатно. Мы в Москве были, недалеко от Кремля. Написано, я говорю, что такое? 25 рублей. Зайди попись и 25 отдай. Да я лучше с тобой баночку носить буду. Понимаешь, за 25 рублей я пообедать могу. А уж тавотнице стать, выдавливать из себя, то я бесплатно где-нибудь сделаю. Прям смешно даже. За что платить? Это в городе официально платить. Здесь дешевле, здесь 10 рублей. А у нас вообще 15 рублей в туалет. В Москве, я сфотографировал, идем вот так вот. Я подошел, видно туалет стоит. Я подошел вот так вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не надо этого делать. Мы с... Вон, смотрите, голубяти, Володя, покажи. Видите, голуби вылетели на улицу. А это не ваши голуби? Это... А не, а? А это не ваши голуби? А, конечно. Да? И вот здесь голубяти. Но они мало выходят, потому что ястреб был. И двух на разодранных прошли. Очень. Голубей. Вот. Что хочется делать. Видишь, как они? Мы покажем, что мы вчера делали. Мы можем сделать туда экскурсию. Игорь Игоревич, я в прошлом году здесь видел ястреба. Он воробья у нас с лагеря схватил воробья и утащил его в эту сторону. Так это ястреб, это не ястреб, это соколок маленький. А сколько, Игорь Игоревич, кокщик, кокщик, кокщик. Да, воробьев хочу. Нет, нет. Знаете, Игоревич, а вообще сколько этих ястребов у вас? Ястреб что? Ястребов сколько вообще? Ястребов сколько? Ястребов сколько разно-разно? Нет. Не знаю. Я знаю только те, которые в нашей местности по картинкам видел. Их очень много разных. А если взять большие, которые там балабаны и прочее. Я спрашиваю, сколько у вас вообще? Ну, в деревьях. Ну, в наших ястребов, которые залетают, ну, не больше трех. Это такой, как вот такого цвета, как у тебя, рубашка. Это болотные прилетают сюда. Ну, самый вредный, это когда залетает. Вон он, вот он скружится, вот прямо углубит. Это коршун. Он полетел, он за эти, за... Его не видать даже. Да, вон, бедный. Это коршун. Вы не думайте, что он такой неповоротливый, вот такой вот. А когда он гоняется за голубями, он стремительно летает. Да, да, да. Это... Ну, ему нужно парить и искать, где какая падаль. Это падальщик. В этот раз у нас, это, металл, голубь, хотя бы. Мне что нужно? Молодец. Тут никто, кроме тебя, не поможет. Залезти на картонный склад и... Картон. И найти твердую бумагу. Из твердой бумаги сделать кульки. Вот такие вот, к примеру, кульки. И закрыть эти мешки сверху. Это сделать надо сегодня. И как только сделаем, мы сделаем экскурсию, ребятишек туда поднимем. Сегодня мы можем сделать экскурсию вон туда. Видите колесико? Это поднимаем мы туда еду. Поднимаем мешки. Отсюда стоишь на земле и тянешь. А там другой принимает. Ведь как все сделано было. Ладно, вы работаете сейчас. А потом, когда кто-то с ними придет, мы займемся. Дядя, видите, вот эти большие, он перепилит. Они которые маленькие. Хорошие жерди, целые. Вот эти. Их не надо пилить. Даже маленько согнутые. Так. Ну и все покажем. Кто-то придет, мы с тобой пойдем на картонный склад достанем. Я сейчас пока вчерашние записи. Вам показать, что вчера мы ходили? Рот-то закроет. Хотите посмотреть, как мы вчера ходили? Да. Ну зайдемте. Так, а разу и цена добудет. Давайте. Заходите и разуваетесь. Маленький положок, это улица считается. Слушай внимательно. Слышишь, нет? Туда грязные обуви заходить. Заходите. Белый-белый-белый-белый-белый. Котя нас котик, котя, котик. Котя нас котик. Сияет. Да, там переобувишься. О, разувишься. Готовься? Заходи. Давайте скорее заходите. Да, пошевеливайся. Смотри. Подожди. Мы сейчас найдем где мы пошли. Очень интересно. Хорошая семья. 2 июня 2015 года. С миром, примерно. Ага. Комариков запустили все. Так, давайте. Сейчас, сейчас я напишу. Как же написать-то это? Подожди. Поиск потерянного. Тут какая-то система такая, ну, уничтожает сама. Поэтому я тут, глядя, ижу на боку. О. Есть. Она улетела, видишь? Она вылетает. Что за система такая? Сначала писать она. О, есть. Угу. Правильно, нет, написал? Так. Да, правильно. Подожди. Дальше мы сейчас номер. Потому что раз сделаем это, то мне это сгодится потом. Вот, смотрите, это первое, где мы пошли. А потом, дождь, я нулевыми поставлю, которые перед этим разговор был. Поиск потерянного. Так. Номер один. Вот, смотрите. У березы какой интересный сущок. Подходите быстрее сюда, не тянитесь шоем. Поскорее, подходите. Вот, смотрите, сколько он тянет. Вот, что с тобой, говорите, это, по-две, немного назад. Попробуйте. Это 12 метров. И он не отламывается, ничего. Это так, с природой уже Господь устроил. Мы сейчас увидим большую капу. Капа, это нарост на дереве. Я больше нигде не видел такой большой капы, как медведь. Будто обнял медведь березу и лезет. Я сюда поднимался. Да, и отподнимался. Вот, видите, какой спортивный лагерь тебе это даст. Это никуда не денешься. Когда я говорю, стойте рядом все. Видите, сзади мотоцикл? Что это означает? Это крова какая-нибудь. Было как, говорит, ой, жирный уткин муж. А мы на первом... Там где начало июля, там может быть и наконец июля. Вот, смотрите, теперь мы сюда вот так вот, раз его, теперь Ctrl-V. И вот этот номер 1 надо переместить на 2. То есть в таком порядке выставить, когда соединять. Соединять у меня нет системы. Мы вот сегодня отослали в Барнаул, ушло уже. Ушло до этого, что было до воскресенья. А там человек, который этим занимается. Ольга Влад, это молиться. Два. Дальше. Смотрите. Сейчас дойдем, как мы возвращаемся. Я буду передергивать потом. Вот видите, вот идет она. Я нажимаю, и она впередернена. Больше я бы ее в жизни не видел. Она обычно совсем маленькая бывает. Ваня, да. Так, ну все, стоите-то. Все, надо туда. Все, пошли-то. Девочки. Быстро. Чтобы друг друга видели. Встаньте так, чтобы один другого не закрывал. Я сказал, туда идти. А что за фокусы еще? Садись. Так, поплотнее. Поплотнее. Так, все, ладно. Внимание. Внимание. Вика, поплотнее. Внимание. Никто никуда не отключается. Андрей привык где убегать. Это не годится. Так, Фрося, встань, мы тебя сфотографируем. Сфотографируем. Так, давай. Стойте на месте. Держи его. Шарик возните. Возьми его за шейник. Так, сфотографируй. Никита, иди сюда. Щахте меня. Положи его сипед. Быстрее. На, наведи. Все верно. Сфотографируй. Памятные снимки, потом в интернете все найдете. Я нажимаю и пройдет. Я нажимаю и пройдет. У нас получается, что... Смотри, вот сейчас вот она черная. Я ткну снова у нее. Вот теперь заактивировал. То есть активная она теперь. Я вот от контрл, вот палец ставлю контрл. И вот В. В это вставить. Теперь что у нас? Два уже есть. Вот эту однерочку я выделяю. Вот заактивировал цифру один. И ставлю три. Тройка. Вот она, видите, теперь на третьем. А на третьем будет, когда будут соединять, видно в каком порядке. Так, снова на этом месте. Быстрее, быстрее подходите сюда. Вот, подорожник. Ну-ка, давайте шагу. Вот посмотрите, какая леска тут у нас. Что здесь растет? Подорожник. Вот она стоит выше ее, насколько трава. Вот она где. Подорожник. Вот я держу лапом каждые три части меда. И потом какое-то время нас... Смотрите, я с активностью начинаю. Стоимость перекинулась. Сюда она перекинется. Вот она перекинулась. Окей. Стоит у нас там три. Я вот и закрываю. Вот, видишь, его? Закрыл. Вот она есть. Теперь заактивирует. Надо опять ее потихоньку нажал. О! Теперь она, вот она выделилась. Мигает. Активная она теперь. Теперь контрл-в. Вот она, контрл-в буква. Контрл-в. Но по-русски это буква М. Теперь цифру 1 я опять выделяю, потому что она и на... Под одним названием 2 не примет. У нас уже теперь по... Четыре. В смысле четвертый будет. Четвертый? Четвертый. Снова сюда, на этом же месте. А можно мы потом посмотреть, как мы шли с... Потом, потом мы все соединием. Видите? Да, по-русски. Грязь невозможно. Двое ехать. Вот так идем по лягу. О, маленькая, капотом какая-то. Смотри, я иди с водой. Ну, боже. Позвали. Мы идем по... На пиво-малли. Стояты, которые посеяны, не срока тебе. Могу ставить те, что не срока. Вот это идет или и то? Вот это... Ну, она такая жизнь прожила, где была здесь в доме инвалидов. И как, говорит, маленькая была, водила, говорит, что ребенка подстеленает, а я же его на щетеренках, он зубахнет, как собачка. Она была очень добрая, верующая. Ее на руках приносили у нас лук, она была чем наша лук. По-куто, как вы сказали, что такой елер, видите, он на росте... Елли, 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 елли. Я-элли, елли. Здесь стоим, где? Из-за на ясно, что в стороне, встать сюда, поверниться. Видишь, мы с релеси, я-элли, куда залезла? Куда? Зачем ты одна стоишь? Пошел, уход никаких, она застиралась. Видишь, как? И мы не собраны. А ток какой найдете? Еще что-нибудь? Леонида, подтянись! Голову опустил, даже ни разу не влево, не вправо, не смотрит. Шагает, как будто приговоренный. Ну, разве так ищет? Ищет, голова влево, вправо, вперед, смотрит. Ну, не одни работают. Ну, какие вы? Пошли на такое дело. Все, пошел. Зачем пошел? Куда идет? Не знает. Быка на убой на мясокомбинат потащили. Ну, понимаете, даже говорить не о чем. Ну, еще же вы такие. Вот мы когда пасли, это мне Бог давал просто, я часами наблюдал, пасу, корову заверну, птичка летает. Летает, весеннее время, у ней где-то есть гнездо. Я наблюдаю до тех пор, пока она не сядет, я потихоньку подойду и найду гнездо. Я столько гнезд знал. Смотришь, суслик выглянул где-то. Теперь, а норок-то много, мне надо поймать его. Я бегу и гляжу на него, куда он побежит-то. А он то в одно место бежит, другое, а теперь я должен найти его. Где? Куда он забежал норку. Вырезаешь тогда возле норки под капкан, заровняешь где-то маленько подальше, а теперь вокруг-то трава, я не найду капкана. А у меня с собой тычинки большие, и на ней красный флажок. Но надо, чтобы он не видел. Понимаете, это одного сусика поймать, ободрать, шкурку высушить, за 20 километров повезти, и за это дадут 3 копейки. Понимаете, а велосипед стоил 72 рубля. А у нас семья-то 10 человек. У нас ниоткуда заработка нету, только в колхозе, а денег тут не дают. А за это я сдам деньги. Почему? Учусь в 4 класса, а в корчене 5 класса, мне туда-сюда надо ездить. Иногда каждый день. Видите, как-то суровая жизнь такая, а на самом деле это было интересно. Мы долго вещи вечером играли там в догонячки, у каждого огурцы, и такое все росло. Сами поливали. Вот у нас вода была, колодец здесь был у одних, а наш колодец что-то повредился. А мы там жили, где вон тот дом, вот здесь мы жили. Так я вот так несу в ведра, ну сколько уже мне лет, там 8-9, я несу эти ведерки, чтобы мускулы были, как это, и поливать. Полить, а мама сказала, вот 4 ряда через весь огород, это так длинно. Я пластаюсь, жара, пот, вот почему, к 3 часам дня я должен освободиться, беру ведра, и тогда бегу вон там, где мы ходили, солодка, в стороне, там суслики. И тогда, там вода внизу, и по такому бугру поднимать, это глубокий лог, вылить туда, когда он вылазит, а его суслика поймать, да чтобы он быстро высох, я его живому держу, пока он высохнет. А потом дома ставни были, наставни шкурку эту прибью, самому надо ободрать, 3 копейки. А если первый сорт, кажется, 6 копеек было, а крысу поймать, это уже 8 копеек. Она противная такая. А суслик, мама звала их, полевая, полицкая, полевая кошечка. Один тут был, какой-то туберкулезный, у меня их брал, а еще жир топить, но я не знал, где его сдавать. Целые чугуны жир, они жирные такие суслики. И вот куда он нырнет, я бегу, и глаз нельзя отпускать. Если я глаза отвлекнул, я не пойму, в какую норку он забежал. А норки-то рядом, мне его поймать надо. И бегу, а я только обдираю там суслика, и в это время надо бежать. Бежал, у меня ножик-то выпал из руки-то. И он встал, ножик вот так, я как бежал, и ногой-то на ножик. Ну, складишок такой-то, ну, нога еще. Что с ногой-то было? А один в поле, ничего нет, как? Снизу никак помощился, грязью замазал, и дальше ничего, заражения, ничего нет. Вот так мы жили. Один день, помню, я поймал 70 сусликов. За один день. 70 сусликов? А? 70? У меня рекорд, у меня рекорд, у меня рекорд 2 сусликов. И всех их надо ободрать, и всех привезти, и шкурку растянуть на 6 гоздиков, чтобы высушить. А кошки еще, бывают, залезут и тебя, эти шкурки сдерут, им надо есть. и мы не считали, что мы бедные. Потому что у нас было на столе все. А собирали друг у нас лебеда, лебеда растет, ее мы молотили и ели. Весной колхозное поле Паша, что-то там картошка замерзшая. Мы ее собирали, сушили и ели. Свое все отбирали в план. Все отнимали. Так у нас отец инвалид войны отечественной. Инвалид войны, ему никакой льготы не было. Вот у нас гуси водились, очень сильно отец гусей любил. И сколько было? 4 гусихи, это зиму надо кормить, и 36 гусят. И гусак был, гусак хороший. Вот упадет куда-то гусенок, он не уйдет, гогочит один, стоит, пока мы не придем, не вытащим. И кто-то его ударил, тут везли турнепс, его убили гусака. А осень пришла, приехали в налог, забрали все. У инвалида войны, у которой 10 ребятишек, вот такая безбожная, сатанинская власть, все изымали. И ничего, мы даже не знали, там сердиться на кого-то, ну забрали все, конечно, печально было. А кого обижать-то? Без руки, отца руки нет. Инвалид войны, родину защищал. И у него все отнимают. У моей мамы, три брата, все молодые, 19, 20, кажется, 22 года. И пьющие ребята такие, взяли на фронт. Все артиллеристы, все погибли. Ну хоть какая-то льгота должна быть, ничего подобного. Это дьявольский режим, сатанинский, коммунистический. И поэтому все это и кончилось ничем. Вот все отнимали, все. Яблоньку посадили, яблонька только растет. С яблони ты должен отдать, допустим, три мешка яблок. Ну я к примеру говорю, ну а чтобы не отдавать, люди ночью там рубили свои яблони, чтобы ничего не было, не отдавать. Есть у тебя овечка, с овечки ты должен сдать полторы шкуры. Ну где их полторы, когда у нее одна шкура? А она и гнят принесет. Ну и гнят-то принесет одного, ну половина шкуры тебе, а полторы сдай государству. Свинья, чтобы опалить ее, вот как сейчас ее заколят, нельзя было. А только шкуру снимать и шкуру сдать в план бесплатно. Это мы пережили, все вот здесь были. И как-то на душе было радостно. Малины соберешь, мы сразу делим. Сколько? Десять ребятишком. Тятя, не папа, тятя у нас, мама, и тут бабушка наша жила. Сразу разделили, чтобы взять в рот съесть, мы этого не знали. Мы сразу делили. А отец спасет скот. И мы на полях этих выросли. На полях. И все старались сделать, плести. Уроки возьмешь, лежишь, делаешь на земле. Корову завернул, опять ляжешь, опять уроки делаешь. Может, у кого-то из наших был музыкальный талант, слухи, но ничего этого не знали. Главное, ценилось уметь что-то сделать. У меня старший брат Самуил звозил, на пять лет старше. И он ничего только не придумал. Сделал как деревянные, так и отпилил круги, а потом чугуны старые были, он надолбил их, и ровно так, там много их, и по ним. А сверху насыпаешь, и пшеницу крутить, чтобы она раздолбилась, размолоть ее. И потом течет туда. Ну, она, муку-то она не может сделать, но ее легче сварить. И не давали. Мы пойдем, и отец старожил пшеницу. Ну, мы вроде как ребятишки маленькие, ой, друг друга толкнули. Вот такой, вот такой вот. А сапоги-то упали на зерно, а зерно куча-то. И маленько голенищем-то почерпнул. Вот, смотри, вот я, допустим, упал, и у меня сапог. Маленькие сапожки мне шили-то. Ну, и сапог-то маленько пшеницы почерпнул. Это специально мы делали-то. Ну, а кто видит-то, он этого не знает. А идти нельзя, ногу давит, трет. А мы домой придем, теперь пшеницу, этот сапог-то вывалим, и мама ее сварит, и мы поедим. Ну, сравни с тем, что у нас сейчас есть. Хлеба? Кому хлеба? Нам хоть тысячу раз показывали, а нет его. Хоть мели-не мели, его надо найти где-то. Воздействие рост турнепс для скотины. Турнепс это как, ну, большая редька такая вот. И мы залезем потихоньку туда, вытащим ее из земли. Она грязная, и переломим, и поедим. И это все считалось нормально. Помню, брат, зимой перевезли жмых. Жмых это... Это семечки перевезли. А? Это когда масло выжимают из шкурки семечек. Ты знаешь, что такое жмых? Да, знаю. Вот. Это когда семечки выдавливают масло, а то что остается, и везут ее свиньям. И он катился на этом, который привезли-то зимой-то, и несколько штук взял в карманы. Я-то был дома, маленький, лет пять, едал. Так его не жуешь, а сосешь, как конфетку. До чего она вкусная казалась. Брат меня как-то вывез в корчино, не корчино, шарчино. 20 километров-то. Ну и в столовую. Столовая. Я первый раз увидел, что там дают. Ну, выбирай, что тебе надо. Ну, а что выбирать там деревенская столовая-то? И он говорит, есть картофельное пюре. Пюре. Это, знаете, как звучит? Пюре. Ну, я говорю, пюре. А он у меня привез кашу картошную. Я до того был опечален. Да картошная каша, ну, какое же пюре? Нету пюре. Это пюре называется только. А это каша. Обыкновенная толщенка. До того обидно было. Обманули. Один раз в столовую пришел, и то обманули. У нас, говорят, деревенские поехали. А тогда было обслуживание. Вот сидят люди за столиками. Подходит официант. Вам что подать? Ну, и показывает меню, что написано. Ну, и один тоже там подошел. Сели за стол, деревенские наши-то. И говорят, ну, что нам долго не подают? А ему и отвечают, а сейчас два педагоги едят. Педагоги. Педагоги-то учителя. Педагоги, вот это да. Но когда подошли, что на обед? Он говорит, парочка педагогов. Он подумал, что это блюдо какое. Пойдем вам на базар, кого-нибудь съедим. Вот, понимаешь? И все это было нам так интересно. Просто интересно было. Тут была авария на машине как-то. Следователь допрашивает. Ну, надо допросить как. Тот, который вас обгонял, то он сигнал подавал? Нет, ничего он не давал. Не знает, что такое сигнал подавал. Тогда он догадался. Ну, пибикало, пибикало, пибикало. Это наш уровень здесь такой был. И в этом состоянии мы вот росли как дички. И мы выросли. Вот представь сколько. Десять ребятишек в одной семье. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А тут мы столько за столом сидим. За одним, каждый день. И отец без руки. Большая сковорода, помню, была. И там мать поджарит, картошка. Бывает что-то там такое. Особенно вот эти, которые маленько пригорят. Пригарки назывались. Они такие вкусные. А Сталин был живой. Отец наш дает, говорит, да, Сталин, наверное, каждый день пригарки эти ест. Это вершина довольствия была. Сталин пригарки ест. Теперь-то я когда понял, Ой, до пригарки отец одна рукам ложкой отковыривает, Которой каждому, чтобы досталось. А ели-то из одной чашки все. Отец любил, тогда перец был горький. Такого перца не было, чтобы сладкий. Я даже не знал, что он есть. Ну, отец трущок-то туда бросит, половина. Есть невозможно. Глаза тих. А если надо? Ну, ладно, отец скажет. Тогда возьмет длинный нож такой. Сверху чашки положит пополам. Я вам перегорожу. Сверху это мое, а это ваше. Ну, чашка-то одна. Перец один. И тогда мы едим с той стороны-то. И кажется, меньше в горести. А он по краям лежит, ножик-то. А чашка одна. Ну, то-то вы, интересно. Вот поймаю я суслика. А обдирать-то ножа-то нет. А у отца был складышок. Складышок, ну, как сворачивается складный. Вот. И отец мне даст. Ну, а суслик это считалось поганым. А он его вымоет. А что суслик-то? Там еще нет. Он траву одну ест. И вот я обдеру, ножик вымою, отцу отдам. А дома отец придет, хлеб-то резать этим складышком-то. И мы с ним переглянемся, что у нас тайна. Если бы мама узнала, что этим складышком мы суслик обдирали, она за стола выгнала нас. А отец режет и на меня взглянет. Мы друг к другу вымнемся, что у нас тайна. Мы знаем, что ножик поганый, а мы хлеб режем. Знаешь, интересно как? Учиться счету. И отец там травинки собирает. Так вот этот юрист, который называется, из него мелинки делает. Ну и показывает, как учились-то на то, что где видишь, то и мы учились. А вы-то окружен еще, компьютер. Да никто этого слова не знал. Давайте сейчас дальше посмотрим. Видите, еще вспомнить. И мы выросли. А вот это ремес. Это его гнездо. Ну оно же маленькое. Вот он, дыры. Помните, смотрели? А вот у него куда? Лазит. Да он когда большой бывает, его отрезают, на ноги надевают, но вместо тапочки. Это он... Надо посмотреть в интернете, как. Как он крутится, как все это плетет из шерстины. Игорь Михайлович, мы видели, там у вас есть дизь, там показывается. Это ремес. Так. Это у нас что? Подожди-ка. Мы расставили. Минутку. Это какой у нас? Пятый. Пятый. Смотри, вот видишь, как я сейчас снова ткну. Заактивировал. Вот контрл-в и вывод. Контрл-в. Вот. Теперь цифру 1 заменить на 5. Теперь надо заактивировать цифру. 5. Все, она сейчас уйдет отсюда. Все. Смотри дальше. По порядку. По порядку. По порядку. Вот мы пойдем до конца поля. Железная дорога. Железная дорога. Железная дорога. Поля заворачивает. Там второе поле находится. Про порядку. Ох! Ой! А-а-а! А-а-а! Всё! Сколько радости не падает! Интересно! Вот она какая! Какая она фиксирует! Какая она радость! И всё! Можно подержать? Давай поднимай! Поднимай! Какая она стоит! Вот как надо искать! А вы друг за другом шли! Давай по дороге! Поднимите мне! О! Ну я малейся пройдём! Вот туда! Среди телёжа! Нам надо прыгнуть! О! Я лягите красавицу! Как это ларатура! Просто скажи, что хотел? В той железной дороге, по идее! В той железной дороге? Синяя прыгнула! Надо показать! Это ты! Клерки! Опять! Благословенным небом! Благословенным солнцем! И земли! И ты дал нам достатку! Уволен! И нас надо ценить! Хала Тебя! Слава Тебя! Счастья и поклонения! Отец Святой Дух! Аминь! Так! Мы возвращаемся сейчас здесь! И идём один за один! Самый короткий путь избираем! Пошли за мной! Это люди, которые ничего не знают! Как они будут смотреть! Так! Я замыкающий! Берёд! А он там сам! Хотели туда пойти? Сюда! Нет! Мы пошли прямой дорогу! Быстрее лучше! Николаевич! Я пришёл постарше! Мы хотим, чтобы продвинем его в состоянии! Петёк! След! 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 Друг за другом! Сказали один за одним! Тарасик! Ты опять выходишь уже из-за них! Все время куда-то в сторону! Где он, Тарасик? Ну как здесь? Вот! Они же остались в лагере! Поливают грядки! С вектинга-лайки! Вот что они лишились! Ну зачем же раздирают? Каждый раз говорю, берите вместе! А кто там остался? Ну маленькие ребятишки все! Ну маленькие! Им это помешало бы! Они ничего этого не видят! Ну а кто знал-то? Да я же не думал, что их нету! Ну это обидно даже! Это нехорошо! Это нехорошо! теперь смотри опять я ткнул его заактивировал это какая у нас седьмая шестая шестая все на ее место теперь выскочила другая видите как мы сделаем кто будет обрабатывать подтянулись подтянулись давай аня давай Это уже прошло. Это уже история. Играет музыка. Снова. Седьмая. 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 Смотрите, как мы делаем. Как обрабатываем. Не отвлекайтесь. Семерка. Никуда не надо смотреть сюда. Она просто глаза закатила куда-то. Теперь смотрите. Тогда в ногу старайтесь сидеть. Какое спортивное путешествие. Какое. В лагере спортивное, туристическое. Какой перепад. Как давно, так давно. Я люблю тебя давно. О, как сладок голос будет. Я люблю тебя давно. Что ты кричишь? Лёша, Лёша. Вон туда, до полу. А я в это время объяснила. А я в это время объяснила. Какой у меня трава. Какой у меня трава. Семерый. У меня такая трава. Семерный. 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 Аль, не нравится. Какой. Батрояль. Батрояль. Я такой спортивный анагиус тебе Scientist. Да никогда. Это этот сам спортивный у Аль. Зимой-то товарищ Рассеин покажет тебе, как они будут завидовать. Упал я, упал. Это какой? Восьмой. Сейчас, подождите. Посмотрите дальше, как будет еще. Восьмой. Это девятый будет. Смотрите, какая трава повергивается. Это уже последний. Смотрите. 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 Да может быть круче. Смотрите. Смотрите. У него нет званий, ничего нет. И вдруг он совершает велик. Поблагодарим Бога. Шапочки давай. Кто желает помолиться, поблагодарить Бога? Своими словами. Выходите рядом туда, смотрите и начинайте молиться. Виктор Николаевич. Давай, потом еще кто помолится. Мы помолимся только на стол. Виктор Николаевич. Брату нашему Игорю. Мы помолимся и покажем. Вот, которые приехали. И семя, которое сеется в нашем лагере. Их сердца, Господи, прорасти. Мое благословение. Господи, и прости мои согрешения. На согрешение народа моего. И дары нас всем послушание за пред... Их сердце. Господи, что стало с Россией? Что стало с тобой? Какая-то травинка, тебе ничего не надо, неверующий, разве во время молитвы человек может это делать? То есть совершенно-совершенно отсутствующий где-то, это твоя жизнь. Мы с вами, мы когда принимаем кого в лагерь, заранее встречаемся, вас не привели, у вас нарушение за нарушением сразу. Путевка она не получена, ну то есть прямо, ну все сплошь не так, ну тогда управляй положение-то это здесь-то, так и здесь теперь уже знаешь все, и все равно на каждом шагу нарушаешь, в чашку залазишь, ну ну можно же отодвинуться-то маленько, сколько дней бьюсь, ну раз уже там не так, там не так, от тебя не зависит, но тут-то зависит, ну уже время две недели, и изменений-то никаких нет у тебя. Вчера точно так же. Легли спать, он что-то полез на второй этаж к ребятам. Понимаешь, вот такая дурь это, я просто терплю, уже дальше нету, куда лезешь, зачем лезешь, вы как бы чужие, вы попали не в свое место, вам не надо здесь. Вам это тем, где каждый день вас бьют, давят, вам объедки вам дают, все, вам это надо, а вот такое вам это не надо. И поэтому надо с вами все время этого ударил, этого толкнул, этой палочкой, но у тебя нарушений морят и покрытыми. Я тебя сегодня, вот в вторник, я бы тебя мог просто огольнуть, и ты сегодня уже в обед дома был бы, и на этом все. Сиди ты в своем соке, варись. Ну жалко, ведь ты этого понятия не имеешь. Вчера кто туалетные бумажки раскидал повсюду? Я по неволе должен о тебя думать, потому что с тебя это станет. Ну не буду я думать, что это сделал Ваня. Туалетные бумажки вам. Делал вчера это? А кто это делал? Ну нет, не из деревни же кто-то пришел, не Ося, не Илюша же пришел. Нет. Раскидали по всей, мы это все выявим сегодня. Ну кто думает, кто это сделал? Мне кажется, это раз, потому что вчера, ну когда вот все ушли на работу, а мы там вот стояли, пошли в туалет. Тараса шли, там его, он что-то начал брыкаться, всякое разное, и орать. Вот, там уже, да, мне кажется, это раз. Ну это кажется не доказательство, надо, чтобы человек и сознался, хотя сознание это не царится доказательство, как Вышинский говорил. Надо, чтобы это доказательство. Такая, ну, мы не знаем, из Тобольска, какая она, ну привезли, они там проверяют-то. Ну вредная, вредная, вот прямо даже не выскажешь, какая она вредная. Если она замуж выйдет, она только до обеда будет, после обеда ей уже пинка под задницу, и она вылетит. Вы характер добрый выработайте в себе, но она на каждом шагу вредная. Зашла в туалет и все бумажки побросала. Вы наказание потом придумали. Кто был последний? А кто видел тогда? Тогда, наверное, не было никого. А теперь старый говорит, дом у него отца украла получку денег, и накупила помады целые коробки. А я лет, наверное, 10 было, больше не было. Как ее звать-то было? Не помню. Но Девитя рассказывал. Тогда я ей сказал, зачем ты это сделала? Ну, бумажка как летит, ей интересно. И все бумажки в туалет впустила. Тогда я взял газету. Вот так газету свернул. Ну, вот-то, допустим, листик есть. Я вот так вот листик сворачиваю. Сколько теперь будет здесь листиков? Перережу, если вот так. Два. А если вот так перережут, сколько? Четыре. Ну, я газету так сворачивал. Газета-то объем, площадь-то большая там. Ну, и свернул, и получилось где-то 80 уже. Ты это все изрезал. Вот тебе 80 бумажек. Теперь залазь на эту колончу, которая, Вавилонская башня там где-то, и сверху бросай, а там крапива рядом большая была. Вот сколько? 70. Бросай сверху, они пусть летят, и ты смотри. Ну, а ты, Ваня, будешь, к примеру, сказать, ты смотри за ней, чтобы она никуда не была, чтобы собирала. И до обеда будешь ты собирать, залазить и опять бросать. А в обед я посчитаю, сколько не будет хватать. Вот столько тебе будет горящих с сеткой. Это не то, что там крапива это. Вы били ее с сеткой? И она до обеда кидала их и искала, кидала и искала. А когда обед-то пришел, у нее штук 15 не хватает. А вот теперь уже по полной программе она получила. И она у меня как шелковая стала. Она купаться где-то, она все выворачивала. Она может, но вредность такая. Вредная, вредная. Но мы хотели, чтобы она была другая. Но ей запретили приезжать. Еще одна была, тоже оттуда привезли. А я приеду все равно. Ей в лагере нравится, но делать по-своему будет. Ну, по-своему ты не будешь. Ты должна, тебе отказали. Но кому мы отказали, разрешается приехать, если два священника дадут тебе характеристику и походатайствовать. Она не привезла. И ей было запрещено. Я слышал что-то о ней потом уже так. Мы же, ну 44-й год все-таки, это 44-й. И мы это ведем. У нас правила и правила. Ты любое правило посмотри. Оно для нравственного восхождения. Чтоб тебя никто не обидел. Чтоб ты жил по христианским заповедям. Ничего не хватает. Бегать хватает. Спортивных сооружений хватает. Еда хорошая. Кто обслуживает, готовит. Верующие. Молитва есть. Спокойный сон. Что еще надо для человека? Ничего. А там спортивный лагерь. А то ты здесь, а лагерь там. Ты в лагерь придешь, там такое ты увидишь. Там они об уши прыгают и по постелям еще только нету. Хлебом разбрасывается. И они там уже команда на команду складываются. Ты приехал, тебя начнут бить, долбить, уводить там, снимать с тебя все. Что там делается? Я по лагерям-то ездил, знаю. Не приведи бог. Я в Америке много ездил по скаутским лагерям, смотрел. Нигде этого нет, чтобы вот так 4 раза в день делали полный разбор того, что у нас происходит. Ну сколько мы разбираем? Ну я даже не знаю с кем. Вот она стоит. Мы с ней ни разу не делали разбора. Никакого разбора нет. Со мной тоже еще не делали. А? Со мной за этот год не делали. Тоже не было. Ну что нам разбирать-то? Мы еще ищем конфликтную ситуацию, строим ее, моделируем. Нет, конечно. Мы хотим, чтобы были другие. Ну вы видите, какие изменения. Даже Ваня-то, может, он не замечает. А теперь уже по-другому смотрит. А он ничего, кроме козырька-то, не видел своего. Да еще козырек с обратной стороны. Ягодиныч, вчера он в футбол быстро бегал. Да, в защите стоял. Не пробиваешь, не пробиваешь. И футбол, и волейбол, и настольный кеннис, и ходуля у нас, и городки надо. Ваня, устрои-то до конца. Запиши, я тебе скажу, как фигуру стоять. У нас день переполненный. Вот сейчас надо работать, а уже 7.24. Уже аппарат, уже 7.24. А мы сейчас дальше еще посмотрим. И мы не смотрим на это, никуда работа не денется. Работа не могла, если бы, а вот у нас денется. Смотри дальше. Работа волка. Смотри дальше. Дождень. Наставь, на путь. Господи, упокой в обительных не в себе. Дальше. Дядя, журненький. Вот он, да. Далуй мне сама, я дай залог. В общем, еще дай. Нет, нет, нет. Так. Какие ролики прекрасные. Я сейчас узнаю, сколько он весит. Вот на него нажмешь, правой кнопкой-то, а в виду свойства. И сколько? 494 мегабайта. Почти полгигабайта. Это пойдет отдельно. Совершенно отдельный файл будет. А где маленькие, мы в отдельные их складываем. Вот. Мы разберемся еще с ними. Так, подожди-ка. Снова сейчас заактивируем. Это 10 или 9? 9. Вот однерочку мы сейчас заактивируем, а 9 подпишем. Потом мы и разберемся, где отдельно папка. А в папке-то уже мы отдельно. Снова, видите, как это делается. Формируется. 10. 10. А, 10. Вот здесь вот. Просто нуль подставить. И все. 10. Дальше. Сейчас закончится. Вот это у Игоря Барабаша. Дом, техника, гараж. У него разное. Тут все поразросло. Вон идут наши лагеристам. Растянулись, как обычно. Вот, я перегонлил дорогу им. Чтобы собрать тысячи. Ну. Он один даже едет. Я теперь закрываю. Теперь что это у нас? 11. 11. 11. Теперь я контр-уле и 11. 11. Вон, да. Смотрите. 101 поставьте. Однерочка. 11? Да. Дальше. Смотрите. Это последнее. Это что убитый коммуникает. Так, пока не. А потом, что здесь будет? Подождите. Позвоните. Вот возвращается наш лагерь Стан. Искали одну запчасть от Сеилки у Игоря Барбаша. И нашли. Сестра Галина у нас нашла. Загуляева. Загуляева. Это иначе, как обычно, по-армейски всех распределяет. Это вот Игорь Барбаша, хозяйство все. Дом, гараж. Стайки вот эти вот, где коровники, коровы стоят. Идут священницы, благословлятцы. Да, конечно, нет ничего этого. Вот она. Сестра, которая нашла у нас запчасть. Поставил середину ее, чтобы она шла. Дальше идут мальчики, потом... Надо было составить конфигурацию. У нас сразу запчасть. Смотри. Представьте, когда нас было до ста человек. Какой бы это все прожилили. Я уже обдумал, как разговаривать Игорь. Показать. Он не улетел. Где он? Показали. Ну, сказал, приготовь его. Он тут крутится. Не трудно было подождать. Ага. Такое старинное пикады. Ну, у меня на велосипеде. Калина Александрович, пожалуйста. Калина Александровна нашла. Так, если не трудно будет, 12 июля снабди нас за свой счет. Творогон и сливками. Потому что видите, какое воинство-то. Я-то обойдусь и без этого. Это вовремя сказать. Мороз не там уже. Я вчера прохватил на там украину. Но по одиночку это. Мы решили так, пройти так. Если не ориентировать, тогда вот так вот. А вот сейчас вижу вереву. Через 10 метров узелки. Держать все за узелки. И тогда пойду. Тоже оттуда, вот тоже сеял. Это на арнат. Это постепенно, если еще раз прошли, пол трактора собрали. Но все. Но это твоя, нет. А то поддельно. Да, да, да. Она и есть. Смотрите, один в один. Ты признал ее? Конечно. Ну, благослови нас, пошли. Спасибо, Христов. Что еще? Все хорошо, как все встроено. Пошли. Айвань, иди сюда. Я не понял, почему ты не был. Теперь в Батюшке. Потому что они нас благословили. Теперь мне надо отдать. Ты понимаешь, мы ни в одну уже лагерь этого нет. Иди сюда. Ну, нет этого, нет этого, парка. Это у вас не нету? Ах, как он у нас. А мы идем теперь туда. Вот тут всего интересного, нового. Вот так, папа прыгал, дальше, что делать, ничего. И зелье одно. Мы не будем же тут весь день на турнике. Только назвали это спортивно. Многие идут у нас, это спортивно. Разбиваются логи. А мозги-то все время думают. Игорь подошли, я там говорю, раз, на работу. То есть, это закон, естественно. Вот возвращается наш лагерь. Да. Двенадцатый? Да. Так. Подожди-ка. Игорь Тихонечка, когда мы работать будем? Да, просто поставь все. Сейчас, подожди. Паша. Паша, работник. Паша, ты это скажешь. Ты двенадцатый закончил, теперь ты на другой стал снимать? А, на другом. Это на другом будет, подожжение. Но мы это найдем. Теперь смотри, что мы делаем. Тихо. Внимание. Вы говорите, что это у вас никуда не денется. Вы научитесь так. Сказали, внимание, вот это здание к такому, японское, 30 тысяч школьников, фотоаппарат в одно место. Сказали, что там, наверное, вы так делаете. А тут у нас говоришь, что он свое, тут свое. Я говорю, иди руками. Руками. А то как руками-то? Ну, а ты не знаешь, как выполнить. Это стать на руки, руками идти. А что? Так и делают. Мы покажем, как японцы учат. Вы увидите, как клерки ходят. Вы просто увидите и должны сказать, мы никто. Не то, что там мы ниже, и надо намного. Мы просто никто. Нас нету в сравнении с японцами. Пустое место. Слышите. Мы не знаем, что такое дисциплина. Сейчас помогите назвать вот это. Так время. 7.32. Успеем. Вот, теперь видите, что делаем. Я правой кнопкой вот здесь вот на стою. Так, что? Создать. Создать. Папку. 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 Теперь я нажимаю Ctrl-V. Какая папка? Пояс потерянного. Номер убрать. Он не нужен нам. А вот теперь надо где это? Поиск потерянного. Раз. Поиск потерянного. Поиск потерянного. Поиск потерянного. Поиск потерянного. Возвращение с водой. Это не то. Теперь смотри. Я нажимаю Shift. И нажимаю здесь. Она выделила все. Только выделила поиск потерянного. Я левой стороной нажимаю и перетаскиваю. Все до одной они здесь. Все. А теперь я оставлю на место. А теперь с ней уже будем работать. Под каким номером? Внутри этой папки еще будут папки. Которые маленькие ролики. Мы в одну папку. Потому что та-то не знает в каком порядке Ольга обрабатывает. Ворову. Теперь давайте назовем вот эти четыре штуки. Две руки. Понимаешь, нет? А там про что? Памяти нисколько нет. Вот эта вот обыковатость ваша. Нежелание учиться. Оно очень дорогой ценой будет оплачено. Везде, где бы ты ни был, тебя сразу высчитают, кто ты такой. Ты не думаешь, что такой ты умный, спортивный. На тебя обязательно найдутся, которые выше тебя, у которых уже там компания. И тебе голову загнуть между ног. И ты вот этот лагерь будешь вспоминать кровавыми слезами. Когда никто тебя не тронет. А ты уже вырваться отсюда. Там наказали тебя или что-то. И уже ультиматум бабки ставишь. Да это невиданная вещь. Ты обязательно подойди сейчас сразу поклонись. И поцелуй, и попроси прощения. Измени. Характер у тебя уже испорченный. Это из детства у тебя сохранилось, когда ты убегал в кусты. У тебя побег к бегству так и сохранился. Не по-твоему? Спортивный лагерь. Так у нас что, не хватает спортивного инвентаря? Ты пилишь, это что тебе? Не развивается у тебя плечевой, локтевой суставы? Да вы посмотрите. Так польза есть. А там никакой нету пользы-то. Почему у крестьян не было спортзала? Потому что он работает с вилами. Косили, подавали, навоз вывозили. Доили корову только руками. Аппарата не было. Русский человек один из самых сильных. Самый здоровый. В Англию возили вагонами, кораблями масло отсюда. С Алтая. Топленое масло. А сегодня до себя нету. Покололи все. Вы только гляньте на все это. И тогда воздай благодарность Богу, что еще мирное время есть. И скажи, мне этого хватает. А я буду молиться за всех. И скажи, а когда я вырасту, я тоже организую где-то лагерь. На это даже помышления нет. Не организовать. Не сделать. А я сделаю. Вот так, чтобы христианский лагерь, независимо от государства, и 44 года, и нас давили душили, 15 комиссий о нас брякнули. Краевых. Это аукнется громко потом. Это фильм будет подставленный. За рубежом будут знать. Коммунистам начнут персту подсыпать. Сравните их с нашими шалашами. А чего же боится его коммунист? Стихотворение-то какое? Политический аншлаг выкинули. Программа. Давайте, помогите составить и пойдем. О чем этот ролик? Название сейчас вы будете ему... И уже за тобой... Ой, она пошла, мне тоже можно... Ехать неизвестно. Ее надо найти. Поле 40 декабря. Выби сюда. Это называется 40 декабря. Название какое? Я придумал важное задание. Нет, то же самое надо сохранить в папку туда. Это правильно. Мы назовем так. Евангелие. Евангелие. Это Евангелие. Это Евангелие. Евангелие. И... А дальше поставим, что у нас было. И поиск потерянного. Так, где? Его вот это нулевой. Вот это превратим в нут, чтобы она поставила на место. Вот так. А раз это туда же идет, мы в поиск потерянного его и сунем. Подготовка. Это не все. Еще там надо с другого мы снимали аппарата. Так, теперь. Сегодня у нас 22 июня 2015 года. Вот мы находимся в детском православном лагере Стане. Вот он. Как он у нас выглядит. Это наша кухня, столовая. Сейчас посмотрим, как дети работают. Сейчас пойдет эта вискория, ягода, на стол. Сейчас до утра к нам пойдет. Допиливай, допиливай. Ваня, Ваня, не ломай, не ломай. Допиливай. Не надо ломать, я же тигру допиливаю. Сюда, продвигай дальше его. Дальше, дальше продвигай. Коды держишь-то зачем? Ваня, ну ты сейчас сообразить не можешь. Вот сюда сделай. Сюда выдерни. Давай, двигай. Во, сейчас идите. Вот у нас кто провинился, много разговаривает, даем палочки. В рот. Так как у нас по уставу, запрещено время работы разговаривать. Раз, аккуратно складывай, чтобы ровно все было. Иначе, значит, начальник лагеря у нас работает. Так, Ксюша, что стоим? Что стоите? Ну-ка, давайте пилите. Быстрее, Тимофей. Вот девочки собирают у нас кору березовую. Что ты делаешь? Кирилл, нельзя этого делать. Переворачивай и допиливайте. А зачем вы сделали короткую вот такую? Собирайте, собирайте. Можно и грабли сейчас я принесу вам. Пока собирай, собирай, я принесусь. Вот так вот у нас. Каждое утро трудится лагеря с тобой. Я около паночки наготовить, которые разговаривают. Вот, после старой серии, чтобы были. Ничего попало более, а серьезного, полезного. Ладно. Чтобы говорунок не было. Так, руки только берегите. Вот наш шарик тоже. Он тоже трудится. Звонок наш. Это когда было? Вчера. Вчера. Смотри, теперь мы пишем утро. Утро 22-го. Когда война началась. 06-2015. Ну, так подсказывать надо. Похоже? Да. Дальше. Еще два назовем. Сейчас назовем это все. Туалет пошел. Ах, ну вот. Вот, вот. Ты совсем не верующий. Там травинку какую-то. Ты проси у Бога веры. У тебя все будет по-другому. У тебя в жизни будет много-много еще случаев показать, верующий ты и не верующий. А среди верующих показывать себя верующим тебе помогают в этом. Понимаешь, нет. Вот она стоит, твоя сестра. И уже жалоба идет. Вы ее долбите. А она лезет. Но она меньше тебя. Она больше желает знать. Она подходит и должна радоваться, что твоя сестренка к тебе подходит. А она лезет. Вот у меня брат старший на 5 лет был. И он меня долбил. Как что не так, шалкушку даст. А я любил его. Потому что он все умел делать, а я ничего не умел делать. Но я знал природу. У меня были соколки. Я их учил, дрессировал. Я с сусликами. Я в природе жил. А он не нуждался этим. Он радио в деревне появилось. Он его провел в баню. Потом сам делал магнитофоны. Магнитофоны. Наматывал там трансформаторы. Но это потом уже позже-то. И он всякие премудрости делал. А я ничего не умел. У меня нету на это таланта никакого. И он лыжи мне написал. Сделал лыжи. Как надо осину спилить. Потом ее ровно расколоть пополам. А потом из них вытесать лыжи. Лыжи загнуть. Распаривать в воде в горячей. Потом там подматку, чтобы как загнуть. Потом как сделать крепление. Это все самому. Ну кто сделает сегодня? Какой спортивный лагерь? А мой брат... Я не знаю, почему его звали Самуила Моня. Ну и я его звал Моня. И он мне сделал лыжи. Я попросил. На одной лыжи было Мо, а на другой Ня. Я у дедушки учился на Карповке. А брат в Шарщино. И он на лыжах прошел через Бор. Бор это лес, лента. Вот едешь когда 12 километров. Или 10 где-то. Я понять не мог. Как так? Без дороги пройти. А он знал. Он мог карту нарисовать. Я говорю, нарисуй. Когда я один пойду, я по этой карте буду смотреть, где лог, где согры, где вода, где обойти. И он, когда уехал туда, где он проехал, я тогда этот след выкопал, след, и хранил этот след от лыжи на снегу до самой весны. Вот как я его любил. А соседний мальчишка подошел, говорит, так а тут одна полоска, а посреди лыжина-то там еще надо, чтобы прямая полоса была. И она маленькая была свернута вниз. Да кто-то говорит, моя лыжина-то, я хранил-то чужую лыжину-то. Соседского мальчишки, а не брата. Мне тоже обидно было. Помню, книжек не было. И когда в район приехали, а мне было 6 лет, я уже газеты читал. И купили газеты районные, сталинский призыв. Ну там что там, там 5 лет когда, ну. Ну, а считаешь, мне интересно, был отец-то неграмотный, и мама, они вместе полкласса-то не кончили. А я считаю. И эти газеты я положил где-то за пазуху. Поехали к дедушке, там 35 километров отсюда, я там учился у него. А уже, это уже, у меня, наверное, в пятом классе был. 5, 6, 11-й год шел. И дорогой она у меня, эта газета, выпала. Понимаешь, вот печали-то сколько было. Газета там, но ее купить надо. Ну, допустим, она одну копейку стоила. Ну, копейки-то ее нет ни одной, мама мне дала копейку. На одну копейку купил газету и потерял. Как обидно-то было. Считать нечего теперь у меня, газета это нет. Ну, то вспомни, смешно даже. Едем дорогой, а мама толкнет, зима, не спи, сынок. Когда спит, то лошади тяжелее везти. А я думаю, ну, почему тяжелее? Я именно тоже, но старался не спать. Она для того, чтобы я не замерз. Толкнет опять, не спи. Лошадь, видишь, как трудно идет по снегу. Они по-своему говорили. В школе, если пионеры запишутся, тебя в аду, черти за галстук повешают, и там будешь висеть. Ему боялись пионеров. А если ты плясал где-то, плясал, вот бывает там. Играет музыка, а другой пляшет. Так вот, когда умрешь, душа пойдет, и там на каленых гвоздях будешь плясать в аду. И мы этого боялись, никто не плясал. Мать не знала ничего Евангелия. Слово Библии, Евангелия мы не слышали. Вот смотри. Сейчас пойдем мы. Сейчас пойдем. Когда вы приехали, сошли первый раз из машины, я думаю, каких хороших хлопцев привезли. Ты это мнение возврати к себе. Я вас не видел, я в это время готовил летнее, где вторая у нас столовая, и они двое вот такие без волос пришли с Кириллом, и девочки ее нету здесь. Вика, такие хлопцы, серьезные видно. И сразу подошли мне помогать. Ну, что там поможешь-то? Ну, главное, подошли. Траву начали собирать, помнишь? И ты это мнение первое мое возврати к себе. А вот он ты стоишь. На тебя опять жалоба. Вот он ты. Это ты стоишь. Притом, ну, и я неправильно, ну, другой воспитатель говорит, третий. Дети жалуются. Перемени обстановку, переломи ее. Сегодня уставом займитесь. Дальше. Что ты плохо работаешь под зажей или разговариваешь? Разговаривал просто. Разговаривали даже со щепкой. То есть это первое предупреждение. Ты его не понял. Почему разговаривал? Молчет. Не знаешь, да? Ты хорошо разговаривать еще умеешь, да? Да. Ну-ка, давай, за мной. Повторяй, что-то. Ехал грек через реку. Ехал грек через реку. Сул грека в реку руку. Рак за руку, греку сам. Рак за руку, греку сам. Давай снова, не пять подряд. Ехал грек через реку. Сул грека в рашку руку. Греку... Ну, давай, говори. Сул грек через реку. Сул грек через реку. Сул грек через реку. Ну, давай. Давай, давай, что-то по-небески. Ай, свай, драй, снижу. Смешно даже. Теперь, Даш, ничего. Такой, ну, вышел и что-то там задержался за столом. А Нина жор, наверное, говорит, тебе, может, еще охота есть? А ему, видимо, при всех неудобно было сказать. Он молчит. Ну, я тебе положу еще плову. Плов рыбный, хороший, рисовый. Хорошо. Ну, я ему наложила чашку-то. Он здоровый, крепкий, спасительный. Он сидит, ест. Вот этот тихушка такой, проходит мимо. Обжора. Нинаез-то. Он ничего не сделал, прошел. А тут, ни слова не говоря, доел. Утерся. Подошел ему и смазал. Он ему зубы прочистил. Поэтому тихушки-то. Конечно, ударили в колокол. Сережа, я наказал. Вот так, как ты его обозвал, тебе 5, а ему 7. Но я тебя на другом месте захвачу. На завтра он другого укорил. Нехидный. Яд змеи под языком. Но он поехал оттуда уже другим. Даже этот, который так поступал. Почему? А там могли они сделать, где мы смотрели порпус? Нет, они детьми не занимаются. Они поиграли, мячик побросали, разошлись. А мы делаем разборку, чтобы был другой человек. У нас строительство не храмов. Вы храм Бога Живого. Мы не видели, чтобы детям читали Евангелие. Мы не увидели нигде этого. Да, есть силы, они работают. Крепкие мужики, не женаты, еще не работают. Они умеют работать. Ну и наши хлопцы как работают. Посмотри, как по семье работали. Все работают. И сегодня пойдем. Мы наверное откликаемся. Здорово, здорово. 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 Как назвать? Утренние разборки. Никуда без нас обедать не будут. Подожжут минуту. Утренние разборки. Как? Утренние разборки. Это уже было. Разбор полетов. Почему полетов? Полетов. Это здорово, конечно. Возмездие! Ха-ха-ха! Возмездие! Ох, вот это здорово! Знаете, это броские названия. Возмездие! Возмездие! Да не боюсь! Как и написали Возмездие! Возмездие до какого? 22-го? Да как раз 22-го война началась! И у нас тут война! Ой, 22-го! Ну так, еще одно название! Постойте, сейчас пойдем! Пойдем сейчас! Минуточку! Игнатика, что-то лучше! 21-го, 21-го! Ну сейчас, гадим! Завтра! Там ветки другие! Почему детей так много у них под капельницей? 96 человек сразу окопают! Недоеденного нет! Недоеденного нет! Мы все залезаем! Но в это время поступила на него жалоба! Выйди-ка сюда! Выйди-ка! Выйди-ка! Это твоя сестра? Она сказала, что ты пьешь ее! Правда, нет? Да! Потому что она еще не вирусовет! Не вирусовет! Веса, это твоя сестра! Она моложе тебя! Ты должен ее петь или заступать? Да, заступать! Да! Вот и так не делай! Давай! А тогда зачем ты бьешь маленьких? Он все не мажет! Они не слушают тебя! А я тебя тоже бью! Потому что ты не слушаешь все! Вот ты ко мне и лезь! Значит слушаться надо! Чтобы они за тебя заступали! Не давали тебя в обиду! Ты за сестренку должен жизнь положить! Я читал... В этой... Там боевики какие-то что-то там где-то в Дагестане! Ну и... Арестовали там! Что-то... Если вы просите за какое дело! Соразмеренность! Силы своей! Я теперь разрешен и бить машинку вот там! Покажи ее! Мы сейчас пойдем! Пойдем все вместе! Никуда не разбегайся! Иди на равном расстоянии! Предисловие поездки! Путь! Можно в путь? Путь! Подождите! Готовка в путь! На полу четверо! А вот в предисловии они правильно написали! Вот перед ЕП написали! Подождите! Я вижу что ты неплохо! Подождите! Ооооо! Как хорошо! Предисловие! Тоже на немцев напали! Все! У меня одна минута осталась! Без огонь? Предисловие! Давайте поблагодарим Господа. Господь нас спас. Господи, слава тебе. Да будет благословенно это место и наше пребывание с тобою. Научи нас жить по твоей совести, которую ты вложил в человека, Господи, по западам твоим святым. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все, на завтрак уходим. Вот это мы поработали сегодня. На пиви, Юры. Так, быстренько по два человека и дверь закрывайте, а остальные выскакивайте на него. И маши около дверей. Кто первый выйдет, машите около дверей, чтобы комаров не запустить. Маши там. Откроем. Маши там. Чуть не задавили парня-то. Продолжение следует.